Легкий морозец, да небольшой ветерок. Все, что нужно профессионалам лыжных гонок. Стадион Технического университета в очередной раз принял чемпионат Ульяновской области. В программе состязаний исключительно спринтерские дистанции. Давай, 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 коллег! Давай! От трех до четырех кругов, каждый около 400 метров. Спринтерские гонки – один из самых зрелищных видов лыжного спорта. Поначалу, в прологе, соперники соревнуются со временем, чтобы попасть в восьмерку сильнейших и полуфинал. А затем настоять черед контактных стартов, когда секунды по боку. Главное – быть первым на финише. И тут для победы все средства хороши. Можно палкой бить, на лыжи наступать, кричать. Главное, что вперед уходить. Если заходишь, выйдешь. Бить палкой и наступать на лыжи в финальном забеге среди женщин не довелось никому. Анастасия Тимашева, студентка технического университета, с самого старта рванула так, что соперницы только и видели ее спину. Куда упорнее получились забеги среди мужчин. В одном из полуфиналов сриснулись опытные Евгений Киский и Алексей Брындин. Долгое время они шли бок о бок. Давай, давай! Ранний круг остался! Давай, Макс! Ну, боксай! Евгений Киский, который до этого выиграл три спринтерских чемпионата области подряд, и на этот раз блеснул тактической выучкой. Отсидевший за спиной Брындина на последнем круге, он обошел соперника и финишировал первым, забронировав себе место в финале соревнований. Здесь дистанция равнина сегодня, как бы не очень сложно. Можно без мази на руках бежать. Ну, немножко мягко, вот минус. И все, а так вполне все хорошо. В подобном ключе, когда многое решалось в финишном створе, прошли и полуфиналы среди юношей. Подобная борьба имеет простое объяснение. Победители призера получают путевки на всероссийские старты. Динамичные соревнования, и надо успеть и старт дать, и финиш, чтобы судьи сработали, так как здесь не только кто пришел первый, надо еще и время посмотреть, чтобы выйти в финальную часть. Тех ребят, которые реально достойны, показали высокие времена. А тем временем на старте финальный забег среди мужчин. Его участники начали неспешно, шли рядышком больше половины дистанции и включили запредельные скорости ближе к финишу. Самый искушенный среди финалистов Евгений Киски, представляющий предуниверситет, и на этот раз оказался хитрее и расчетливее соперников. На какое-то мгновение он опередил серебряного призера Александра Васильева из технического вуза, а победитель пролога Алексей Брындин только с бронзой. Болел гриппом, переболел прямо на праздниках новогодних. Решил сегодня сначала не бежать, но лыж заявился, попробовал. Еще сам не спринтер я, люблю дистанционные гонки, а спринт мне не удается. Зато спринт удался ученикам Брындина. Алексей Дронин занял первое место среди юношей до 15 лет, а Дмитрий Красильников среди юношей до 18 лет разжился серебряной наградой. Кроме того, победителями соревнований в других возрастных группах стали подопечные Алексей Евдокимова, Дамир Олегбеков и Евгений Михайлова. Им и представлять Ульяновскую область на всероссийских соревнованиях. Михаил Сашанский. Новость Ульяновской правды. Новость Ульяновской правды.